Покинулись и постнулись. Побежали быстро-быстро. Первые шаги уже освоены, осталось научиться бегать. Маленький Тамерлан вместе с родителями готовится к первому в своей жизни кроссу. Тренировки проходят в любимом месте бегуна, на детской площадке. Но следовать дистанции он пока что отказывается. На старт, внимание, марш! Впервые «Ямал-медиа» в рамках самого масштабного и яркого забега этого лета «Разбуди Ямал» подготовил две мини-трассы. В этом году принять участие в соревнованиях смогут не только любители профессиональной бегуны, но и те, кто только делает свои первые шаги в спорте. Ну, вообще я первый раз вижу такое, чтобы были карапузные бега, и мы подумали, почему бы и не попробовать. Если такая возможность есть, почему бы не поучаствовать, надо, чтобы с самого раннего возраста, ну, дети как-то прививали спорт, там, как бы на севере полезно. Да и для здоровья это полезно. Для карапузных бегов есть определенные правила. Бежать можно от полутора лет до двух лет и одиннадцати месяцев. Если ребенку исполнилось три года, бежать он, к сожалению, не может. Дистанция будет составлять 10 метров, что для карапузов, как для любого взрослого, 100. А вам что больше удобнее, каблуки или кроссовки? А я предпочитаю каблуки. Кто на каблуках, а кто в кроссовках. Для настоящих модниц в этом году организаторы забега «Разбуди Ямал» подготовили отдельную дистанцию. Такие соревнования – это не только возможность проверить себя на выносливость, смелость, но и продемонстрировать свое чувство стиля. И в этом году, я думаю, опять буду бежать один километр. Но каково было мое удивление, когда я увидела категорию «Забег на шпильках». Я, конечно же, непременно сразу зарегистрировалась, потому что я люблю ходить на каблучках. Думаю, почему бы и не побегать на них. Подать заявку на «Забег на шпильках» может любая обладательница утонченной обуви. Однако каблук должен быть не менее 8 сантиметров в длину и полутора в ширину. Девушки поборются не только за звание самой стильной, но и за ценные призы от организаторов. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. В этом году участников ждет новая трасса, пожалуй, самая живописная, на фоне Преображенки и главного собора на Ямале. А дистанция останется неизменной – 1,5 километров. Вот как это будет выглядеть! От Ямальской филармонии до пешеходного перехода на Арктический и обратно – это дистанция 1 километр. А тем, кто хочет забрать главный приз, необходимо пробежать до собора и вернуться на старт. И так три раза. Регистрация участников продолжится до 12 июня.